МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девчонки! Кобели себя так не ведут! По-любому! Но самой любимой его девчонки уже рядом нет. Немецкая овчарка Елга была для Евгения не просто собакой, а боевой подругой. Вместе с ней кинолог несколько раз ездил в командировки в Ингушетию, Чечню, где собака искала взрывчатку. Год назад ее не стало. По воду кошейник покрылись пылью, но остались на прежнем месте. Потому что это Елга. Мой напарник, наш ангел-хранитель. Учебным пособием для молодого поколения, то есть для щенков, называют эту стену Евгений. Это шлейка Елги. В ней она ходила на задания. Одевал я ее, когда она работала на минных полях на местности. То есть, чтобы если я шейник, я одеваю, то есть, чтобы не одергивать ее, не мешать ей нюхать землю. То есть, может кинолог нечаянно одернуть, и тем самым она потеряет запах. А шлейка пристегивается на спине между лопаток, тем самым я ей не мешаю работать чутьем головой, то есть носиком. Неважно, когда нужно было искать взрывчатку, в три часа ночи или в пять утра, Елга всегда была готова к работе, рассказывает Евгений. Не ленилась, не капризничала и не выпрашивала еду. Часами могла сидеть рядом, ожидая приказа. Понимала, что делает что-то важное. Да, конечно, бывали такие моменты. То есть, это если мне начальник скажет, вот стой на одном месте пять часов, я выполню приказ. Ну а собака, опять же, есть собака, она руководствуется условными, безусловными рефлексами. То есть, естественно, если она устала, надо дать отдохнуть. Это любая собака, как бы она ни работала, какие бы рабочие качества у нее ни были. Все любили Елгу, старались угостить чем-нибудь вкусненьким. А когда Евгений с собакой уезжали домой, часто звонили, спрашивали, как она. Здравствуй, родной. Ну, смотрю, Михаил. Здравствуй, Михаилыч. Дома, я говорю, дома. Как там наша девочка? Я говорю, ну или дома, или... А уже потом шел разговор, как семья, как дети. Эти награды у них одни на двоих. Когда-то они висели на Елгином парадном ошейнике, сейчас на кителе Евгения. И пусть в документах на награды указана его фамилия, и о Елгине слово он-то знает, кто их заслужил. Когда-то носила, она теперь ношу я. Она на меня там не в обиде, наверное, думает. Папа, пускай все знают, и так все знают. Единственная награда самой Елге досталась ей уже посмертно. Собака из Приморска-Ахтарска победила в конкурсе, который проводил МЧС России и стала четвероногим героем страны. Она спасла много жизней, каждый день рискуя своей. Находила растяжки с гранатами, мины и склады боеприпасов. Благодаря ей в живых осталась целая колонна солдат, перевозившая гуманитарные грузы. Но в одну из командировок в нее попал осколок. Овчарка выжила, но стала болеть. Умерла она на руках Евгения. У здания местной полиции он установил памятник своей боевой подруге. И каждый день, приходя на работу, останавливается хотя бы на пару минут. Часто приезжает и на место, где похоронил Елгу, всегда с цветами. У необычного захоронения рядом с дорогой часто останавливаются машины. Историю о героической собаке знают уже не только в небольшом Приморско-Ахтарске. В тот раз пришел, хлеба кусочек лежал, ну такого серого, серенького сухарика. Все равно люди едут, смотрят тоже. Кто-то все равно проходит, может фотографируется. Но только Евгений знает, что он больше всего любила его девочка. Где-то какой-то или праздник, или день рождения, или 8 марта. То есть супруге цветы, подарок, а Елге всегда. Вот это яйца брал, варил, десяточек яиц сварю. Сыра там грамм 300-400-200 возьму. Сыр на терочке, яйца порежу, перемешаю. И вот это вот все тут. И вот это вот любимое лакомство ее с Чечни так и осталось. На этом месте он тоже скоро установит памятник. Даже придумал, говорит, какие слова напишу ей. Те, что не сказал при жизни. Стоять! Хорошо! Рядом! Ай, какая умная собака! Молодец! Молодец! Хорошо! Ник только осваивает будущую профессию. Он, в отличие от Елги, будет искать не взрывчатку, а наркотики. Ну а пока ежедневные тренировки в кинологическом центре. Ко мне! Хорошо! Молодец! Молодец! Нику три года. Все это время рядом его наставница, инспектор-кинолог Надежда. Она следит, чтобы все команды пес выполнял безупречно. Не всегда, правда, получается, но такой уж у него характер. Он, пес у нас, очень активный, очень веселый, очень подвижный. И ему очень нравится работать. То есть он, ну вы видите, что он не боится, он не прижимается. Он, ну, очень довольный в работе. Ну, только, конечно, все на позитиве. А вот это его любимое занятие на работе. Опорт. Рядом. Все обучение построено на игре, объясняет Надежда. Никакого принуждения. Чтобы собака правильно выполняла задание, ей самой должно быть интересно. Иначе ничего не получится. Даже если мы дали лакомство, потом у нас обязательно идет игра. То есть мы его гладим, мы говорим, какой он умница. Если он не хочет делать, бывает тоже настроение у собаки, может тоже у него что-то болит, мы просим еще раз это сделать. То есть и все равно показываем, что вот если ты это сделаешь, мы тебе дадим мячик. Мы с тобой поиграем. И собака, конечно, выбирает именно игру. Всех этих собак отобрали еще в четырехмесячном возрасте. Щенки прошли несложные тесты, главным из которых была проверка на любопытство. Проверяется наличие к звуковым раздражителям, как собака относится, и наличие апортировки, заинтересованность в игре, в добыче. То есть если щенку интересно играть, то он оставляется. Если апортировки нету, или выводишь на улицу, а он все нюхает, то эта собака непригодна в дальнейшем, или с ней придется очень много работать. Нелюбопытные собаки отсеиваются сразу. Их место на хозяйском диване. Если ей не интересно ничего, то есть незачем побегать, двигаться ей неинтересно, из этой собаки ничего не получается. Это лентяи, которые сидят в квартирах, спят, вот только так, на подушку. Затем щенки постепенно проходят все этапы обучения. Примерно с полутора лет определяется специализация. Будет ли собака искать наркотики или взрывчатку, или станет задерживать преступников. У Ника безупречный нюх, поэтому сомнений у его наставницы не было. Он в движении, он постоянно в движении, ему надо постоянно что-то делать. Он не может просто сидеть, просто лежать. Ему надо вот искать, работать, двигаться. И он оправдал всею надежды. Недавно Ник занял первое место на всероссийских соревнованиях по поиску наркотиков. Часто выезжает на задания. Сейчас Надежда покажет нам, как пес справляется со служебными обязанностями. Это имитатор героина. Мы сейчас делаем закладку для тренировки служебной собаки. Я его вот отсюда пущу, и он сам будет работать. Это без поводка, он сам набыскивает автотранспорт. То есть это всегда так происходит в рабочем режиме, да? Да, это в тренировке, конечно. Он же не я же должна искать, а он. Ник в нетерпении. Сейчас ему предстоит продемонстрировать, чему он научился. Он без колебаний находит спрятанный мешочек. Надежда довольна. А теперь мы ее хвалим. Какая хорошая собачка! Какая хорошая собачка! Отойдем, посмотрим. Она еще раз покажет. Видите, именно вот там закладка находится. Хорошо, молодец. Ай, какая хорошая собачка! Видите, все у нас на позитиве. Собачка сама туда тянется. Ей хочется за это получать поощрение. В отличие от Елги, Ник еще не совершил ни одного подвига. Да и работает он не в горячих точках, не спасает жизни, не рискует своей. Он просто каждый день старается быть нужным людям. Так же, как и Елга, боевая подруга Евгения, память о которой он так бережно хранит. Оксана Качура, Сергей Целиков, Евгений Береснев. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Ва-банк» в Краснодаре каждую субботу. Это была такая жизнь. Мы ждем вашей истории по телефону в Краснодаре 254-22-33 или на адрес live9tv-собакамойлеру. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!